Привет, друзья! Это подкаст «Серая луна», я его автор Лейни Лоренц. Давайте сегодня немножко переключимся на более отвлечённую от хорроров и кинематографа тему. Поговорим сегодня о фразе «Давай, через не могу» и о том, что это на самом деле всё-таки кривая дорожка к уничтожению своего не только морального, но и физического здоровья. И, естественно, всё, что я буду говорить, основано только строго на моём субъективном опыте. Мы все разные люди, у нас за плечами свой собственный опыт, свои какие-то истории, которыми вы также можете поделиться в комментариях. Давайте общаться, давайте узнавать наш мир из уст разных людей. По-моему, это интересно. Ну что, поехали. Где слабоумие, где отвага? Наверное, для многих из вас это вообще никакая не новость. Но для меня в свои годы, причём уже достаточно взрослые, практически в 30 лет, я узнала, что оказывается намеренное преодолевание усталости, в кавычках лени и бессилия, вот такое намеренное, чревато серьёзными последствиями, как это, впрочем, случилось и со мной. Да, сегодня такая минутка откровений. Ну, я хочу об этом поговорить, потому что знаю. Ну, я уверена, что у многих из вас тоже было что-то подобное. И если мой подкаст кого-то из вас вдохновит, может быть, поддержит в какой-то степени, ну, я буду рада, мне будет приятно. Да, с годами приходится тщательно пересматривать былые свои стереотипы, навязанные с детства и прочно укрепившиеся в сознании как истинно верное убеждение. И, да, вы понимаете, что детство детством, что нас воспитывают родители, общество, школа, какие-то ситуационные явления. Но так или иначе, когда вы уже взрослый человек, и вы не зависите от своих родителей, никто другой, ну, не виноват в том, что так случилось. Наши родители воспитывали нас ровно так, как могли, во всю свою силу, и вот что получилось, то получилось. Ну, они не могли сделать этого лучше. И единственное, что мы можем на настоящий момент, это просто помочь себе самостоятельно. К сожалению или к счастью, ну, вот это, знаете, такая непреложная истина, аксиома, которую просто нужно принять, какой бы, может быть, она болезненной, травмирующей не казалась. Да, взрослый человек — это уже ты, это уже я. Мы в силах нести за себя ответственность. Ну, даже, может быть, и не в силах, но мы можем постараться. Мы можем предпринять какую-то попытку. Ну, перейдём к практической части. Ну, например, мне всегда говорили в детстве, что если ты устала, ленишься, чувствуешь себя не очень такой варёным картофелем, то это 100% от безделья. Ну, как мне мама любила говорить, как же она говорила, дурак в голове, как-то так вот, дурость в голове. И лечилось это всё спортом, битьём груши, пробежкой, какой-то тренировкой очень активной, учёбой, естественно, зубрёжкой или работой по дому. То есть какой-то очень активной деятельностью, которой ты будешь заниматься, и твоему мозгу будет не до, ну, в кавычках, дуркования, что бы это ни значило. Слушайте, вот прям признаюсь, вот этот паттерн настолько сильно своими жвалами прочными въелся в мой разум, что иногда даже по сей день в свои там 30 плюс лет я на автомате ругаю себя за то, что залежалась там, пошла гулять с собакой на полчаса позже или потренировалась там не час, а от силы минут 10. Ну, просто ввиду отсутствия энергии своего чисто физического на тот момент состояния, я часто себя ругала. Слушайте, я искренне недоумевала. Блин, такое прям признание очень ошибочное моё. Как можно в выходной день провести всё время в постели, глядя сериалы, кушая вкусняшки и вылезая только ради, например, приготовления кофеёчка. Такой день, ну, в те времена однозначно съел бы моё восприятие идеального времяпрепровождения в былые мои времена. Я себя постоянно сам обещевала за безделье. То есть если отдыхать, то нужно отдыхать с пользой, нужно отдыхать активно. Например, да, ты учишься в школе, большую часть времени ты сидишь, слушаешь учителя. А как отдыхать от, ну, не пассивной работы, а сидячей, скажем так, работы, да, статической, ну, как-то активно там ходить на тренировки, на пробежки, что-то делать, учить языки, читать книги, то есть что-то делать. То есть если ты сидишь, то ты должен двигаться постоянно, пусть даже в некоем таком сознательном большом плане, интеллектуальном. И да, ну, вы понимаете, что ничем хорошим всё это не кончилось, и моё самобичевание достигло своего пика. Сейчас я понимаю, что в глубине души я элементарно завидовала людям, кто умеет отдыхать без чувства вины, тем, кто способен прислушиваться к организму и вовремя давать ему передышку. Ну, а я же, я же уверенно гнала свою лошадку до последнего издыхания, просто до последнего, да. Если тренировка, то до полусмерти. Я вам серьёзно говорю, если я ходила на бокс, я 10 лет занималась, я выползала из зала просто вот на последнем вздыхании, правда. И всё это продолжалось, это бесконечная какая-то гонка, непонятно зачем, непонятно для кого и ради чего, пока я не попала на операционный стол и в последующие годы не столкнулась с ворохом всяких всевозможных болезней. Последствия я разгребаю по сей день и лечусь по сей день. И сейчас только я начинаю целиком и полностью менять свой образ жизни, но особенно мышление и отношение к своему телу. И было бы странно говорить, что это было легко. Это не было легко абсолютно ни разу, ни одной секунды, ни одной минуты. Блин, мне правда казалось, что образ сильного, отважного, лишённого лени, слабости, бесцельности человека сыграет мне на руку, и в итоге я гордо выйду из игры победителем. А я и правда вышла, я и правда вышла из игры, но совсем-совсем не победителем. Поэтому в заключении мне хотелось бы сказать тебе, давайте сейчас на «ты», а так как-то по-дружески будешь, потому что мне хочется по-дружески обнять каждого, кто испытывает такие же мысли и чувства, как я. Вот знаешь, если тебе по-настоящему сейчас плохо, нужно всего лишь спокойно прилечь, отдохнуть, поесть, но не ставить мировые рекорды по числу пройденных шагов в день, намеренно преодолевая адскую усталость, отсутствие энергии и общую вымотанность. Зато я не ленивый, зато я круче вас, зато я не валяюсь в кровати, как слабак. Но кому и зачем мы хотим это доказать? Жизнь у нас одна. И всё-таки, наверное, раз нам дали эту жизнь, раз уж мы появились на свет, не выбирая этого, но мы должны беречь этот хрупкий, совершенно неидеальный сосуд в наше тело, прислушиваясь всё-таки к сигналам нашего необратимо стареющего тела. Так что будьте здоровы, друзья. Я надеюсь, что мой подкаст в какой-то степени вам, может быть, помог, может быть, вдохновил. Я искренне желаю вам здоровья как морального, так и физического. Если у вас есть какие-то определённые запросы на подкасты, пишите в комментарии, пишите мне в соцсети, все ссылки везде есть. Не забывайте также заходить в мой телеграм, в мой паблик ВКонтакте, это те места, где я постоянно обитаю. Пишу там свои писательские дневники, выкладываю фото собачек, стихотворения, литературу. В общем, вся моя недофилософия вы там, может быть, найдёте и, может быть, даже останетесь, и мне будет приятно. Ладно, всё, друзья, на этом я завершаю свой маленький подкастик. И всё, всем до встречи. Пока-пока.